Всем привет! С вами канал Puzzle English, и сегодня мы подготовили для вас подборку реально работающих способов изучения английского языка. Не забудьте подписаться на наш канал, а мы начинаем! Делайте упор на определенные навыки. Существует четыре основных навыка владения языком. Говорение, аудирование, чтение или письмо. Чтобы определить те, которые вам нужно развивать, прежде всего нужно четко знать цель изучения английского. Садайте себе вопрос, зачем мне язык? Вы хотите общаться с носителями языка на свободные темы, читать Шекспира в оригинале или иметь возможность смотреть друзей без перевода? Для каждой из этих целей нужно делать упор на разные языковые навыки. Без цели ваше обучение будет бессистемным, и вы его быстро забросите. Поэтому не пытайтесь объять необъятное, а лучше сразу четко определитесь, чего конкретно и в какие сроки хотите достичь в плане изучения английского. Например, хорошо сформулированная цель звучит так. Я хочу поддержать разговор с коллегой американцем о бизнесе через четыре месяца. Пользуйтесь стикерами. Это отличный способ изучения бытовой лексики. Суть проста. Вы клеите стикеры со словами на самые разные предметы у себя дома. Например, если вы учите кухонную лексику, ящички вы можете украсить стикером Drawers. На плитку наклеить stove, а к чайнику прилепить kettle. И поступить так можно с каждой комнатой. Ограничений почти никаких. Вы сами решайте, какой теме вам нужно уделить внимание. Кстати, таким образом можно учить как существительные, так и глаголы и прилагательные. На той же кухне к стикеру cutting board разделочная доска вы можете добавить chop, кубить. Slice, нарезать ломтиками или слоями. И dice, нарезать кубиками. Или в гостиной к наклейке wardrobe, гардероб. Вы можете добавить wooden, деревянный. Slurring door, купе. Или hinged, отворчатый. Таким образом вы сможете запомнить новую лексику максимально быстро. Занимайтесь языком ежедневно. Запомните, в изучении английского главная регулярность. Лучше заниматься по 20 минут каждый день, чем по часу 2 раза в неделю. Важно, чтобы английский органично вошел в ваш стиль жизни. Поэтому создавайте ежедневные ритуалы для языка. Например, если утром вы любите залипнуть на чем-то развлекательном и за чашкой кофе, посмотрите или почитайте что-нибудь простенькое на английском. А за обеденным перерывом повторите слова в приложении или поделайте интересный тест на английском языке, вроде какой-то персонаж из Гарри Поттера. А вечера лучше всего посвящать домашке или занятиям с преподавателем. И сами не заметите, как погрузитесь в языковую среду. Регулярно повторяйте лексику. Как удерживать слова в памяти надолго? И как учить новые слова быстро? С помощью карточек. На одной стороне пишется само слово для изучения. На другой – транскрипция, перевод и примеры. В идеале иллюстрировать слово картинкой, которая будет автоматически ассоциироваться у вас с изучаемым словом. Раньше карточки делали из бумаги. Надо признать, такой способ достаточно эффективен, но время затратим. Если хотите сэкономить время и обогатить словарный запас актуальной лексикой из новейших сериалов, фильмов и песен, на сайте Puzzle English в разделе «Тренировки слов» вы сможете эффективно тренировать лексику по методу интервальных повторений, который позволит вам изучать новое и не забывать старое. А чтобы повторять слова «было не скучно», вы можете поиграть в одну из языковых игр. Например, «Донетка». В ней вам показываются по очереди английские слова и перевод к ним. Ваша задача – отметить правильный перевод. Согласитесь, это куда более продвинутый способ прокачать словарный запас, нежели традиционные карточки. И последнее на сегодня – подпишитесь на англоязычные блоги. Делу время, а потехе час. А тот час, который вы проводите в компании Дудя или Собчак на YouTube, можно посвятить просмотру видео с блогерами из США или Британии. При выборе блогов ориентируйтесь на собственные интересы. Любите жанры развлекательных интервью? Посмотрите каналы The Ellen Show или The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на YouTube. Отличная альтернатива вечернему Урбенту. Следите за творчеством зарубежных селебрити? Подпишитесь на их аккаунты в Instagram, да и про TikTok не забывайте. Туда уже прорвались Уилл Смит, Дуа Липа и Селена Гомес с забавными роликами. Во время чтения постов или просмотра видео старайтесь выписывать те фразочки, которые вам понравились больше всего и в дальнейшем используйте их в своей речи. Какой бы способ изучения английского языка вы не выбрали, помните, вам должно это нравиться. Смотрите самые интересные кино на английском, читайте самые захватывающие книги на английском, общайтесь на те самые животрепещущие темы на английском. И поверьте, учение станет тогда самым настоящим развлечением. А с вами был Егор, до скорых встреч на канале Puzzle English. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!